Это итоги недели в студии Максим Кемберли. Здравствуйте! А вот заголовки этих уходящих 7 дней. Базовый счет, новая сотня и дополнительный бонус. Медикам уже в июле поднимут зарплату. Кто в икрыше? Больше чем спорт. Президент в преддверии Дня независимости удостоил почетного звания преподавателя Бобруйского училища Олимпийского резерва. Первая женщина по самбо в стране, которая получила эту награду. Как добывают золото? Героическая история. Бобруйск отметил день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Мы благодарим наших дедов, прадедов за это мирное небо. Что в программе? Твой ангел не умеет летать. В Беларуси участились случаи падения детей из окон. Не всегда достаточно просто слов, чтобы их уберечь. Какова цена мгновения? Селфи с хэштегом «Твой район». На Минской появились габионы с нюновой подсветкой. У нас не было ранее такого в городе. Кому принадлежит идея? Крем с СПФ и Панама с авокадо. Магазины предлагают широкий выбор летних атрибутов. В основном это отечественное производство. Куда отправиться на шоппинг? Большая семерка. Экономический кризис и невыносимый июнь. Жители Японии изнывают от рекордного зноя. Насколько максимально поднялся столбик термометра? Гордимся прошлым, ценим настоящее и смело смотрим в будущее. Беларусь 3 июля отмечает свой главный праздник. Эта дата навсегда вошла в историю страны, как самая яркая страница борьбы народа за свободу и независимость Родины. Мы вновь благодарим всех, тех, кто сражался за мирное небо над нашей головой. По традиции, спасибо за труд президент говорит и тем, кто в нынешнее время защищает и прославляет республику. Это военные, медики, артисты, аграрии и спортсмены. Среди награжденных, как всегда, ибо вручание. Легкий трепет и даже мурашки по коже. Многие из этих людей во Дворце независимости впервые. Это заметно по восторженным взглядам. Повод важный. В преддверии 3 июля президент лично вручает государственные награды. Ордена, медали, почетное звание. В зале 33 человека. Военные, медики, артисты, аграрии, спортсмены. Только лучшее в своем деле. На людях, подобных вам, талантливых, трудолюбивых, обладающих огромной работоспособностью, держится наша Беларусь. Все мы разные. Но только вместе. Только плечом к плечу нам по силам написать новые яркие страницы современной истории нашей беззаветно любимой страны. Нона Жуковец – первая женщина в стране, которая присваивает звание заслуженный тренер Беларуси по самбо. Преподаватель Бобруйского училища Олимпийского резерва строит спортивную карьеру уже больше 30 лет. Имя судьи международной категории известно далеко за пределами города. На побережье Березины уже второй год подряд проводится пляжная самбо. В 2022 чемпионат собрал свыше 60 участников из разных уголков Синеокой. Идея принадлежит нашей героине. Пляжная самбо – это ноу-хау. Оно развивается во всех южных странах. На песке очень удобно тренироваться, очень удобно отрабатывать броски. Рядом водичка и в воде это можно все отрабатывать. И оно имеет место, потому что оно зрелищно, очень быстро проходит. В любых начинаниях Нону Николаевну поддерживает муж. Работают плечом к плечу. Две старшие дочери – чемпионки мира по самбо. Младшая – двукратный призер первенства Европы по борьбе с умо среди детей. В спорте в этой семье абсолютно все. Сам тренерский тандем объездил десятки стран – Чехия, Марокко, Япония, Корея и другие. В копилке тренеров больше ста медалей, завоеванных ребятами из Бобруйска. Благодаря супруге я вернулся назад в спорт. Опять же, вместе работали столько лет. Шла к награде целеустремленно. Благодаря было результата очень много и очень заслуженно. Вообще, заслуженный тренер в Беларуси всего лишь 154-я. Будущих чемпионов жуковцы тренируют на базе спортивного общества «Динамо». Возраст от 9 до 18. Все как один говорят, Нонна Николаевна требовательная, но справедливая. Общий язык находит с любым учеником. К каждому воспитаннику находится свой подход. У кого-то там не тянут руки, у кого-то скорость не хватает. Это все исправляется во время тренировок. В этом нам помогают и не рано. Он Николаевна и Владимир Викторович, которые трепетно за нами следят и помогают подниматься к вершине. Изучаем больше что-то старое, новые броски, какие-то болевые приемы. Тренера у нас очень хорошие. Они очень уважают нас, но очень требовательные. Каждый тренер хочет сделать чемпиона. Ну а пока самбисты готовятся к международным соревнованиям, которые в скором времени пройдут в России. Главное, отмечает Нона Жуковец, стремление и желание чего-то достичь. Тогда под силу любые старты. Тем более, когда тренировки проходят под чутким руководством заслуженного тренера страны. Ольга Васенда, Карина Гуревич, Максим Галеонко. Итоги недели. Дорогами мужества и стойкости в Бобруйске прошла республиканская акция. Посвящена она великой отечественной и геноциду белорусского народа. Спикер Игорь Марзалюк. Депутат Палаты представителей национального собрания и признанный историк. Встречу провели в формате диалоговой площадки. Участники смогли открыть для себя малоизвестные страницы той войны и обсудить актуальные вопросы по изучению истории Беларуси. Плюс задать вопросы гостю. Мы говорили про войну, про свободу и про человечную годность. Мы говорили про то, как это отбывалось в 41-м годе, что хотели с нами сделать, и что коллективная воля белорусского народа, как и наших народов СССР, с нами сделать, не дала махчимости. Мы просто повинны ведать и свою долгую историческую традицию, и один из важнейших, ключевых подеек для белорусской нации, якими заявляется великая чинная война. Республиканская акция стартовала еще 20 июня и завершилась сегодня в День независимости Беларуси. Патриотическое движение заглянуло в 27 городов, которые награждены вымпелом за мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны. Сам День независимости город встретил, как всегда, масштабно. Главной локацией стала Бобруйск-Арена. Сейчас здесь работают тематические площадки и торговые ряды. Впереди кинотеатр под открытым небом, начало в 21.30. Завершится праздник в 22.55, а акция «Споем гимн вместе». Иностранные интернет-магазины, пенсионный стаж и нековидные надбавки. С июля в Беларуси начали действовать несколько изменений, кого не коснуться в первую очередь. Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. Медикам поднимут зарплату, отменятся ковидные надбавки, но появятся новые стимулирующие выплаты. Они будут зависеть от сложности и интенсивности выполняемой работы. Больше всего получат врачи и медсестры, которые работают в отделениях анестезиологии и реанимации, участковой службы и приемных покоях больниц. Нацбанк выпустит обновленную купюру номиналом в 100 рублей. Дизайн практически не изменился, зато улучшены защитные элементы. Это повысит надежность от подделки при одновременной возможности более легкой, быстрой и безошибочной проверки подлинности. Беларусы, которые выйдут на пенсию после 1 июля и станут получать выплаты не наличкой, а на карту, обязаны открыть базовый счет. На него будут перечислять деньги, также человеку выдадут кредитку системы Белкарт. Иностранные интернет-магазины в Беларуси будут платить НДС. Размер 20%. Не исключено, что большинство продавцов включат расходы в стоимость товара. Новшество позволит увеличить бюджет примерно на 40 миллионов рублей. Ловить рыбу станет проще. Среди новинок запрет аренды водоемов в населенных пунктах, если берег озера частично входит в его границы. Сетные экраны сделали законным средством, но их размеры не должны превышать метр на полтора, а по количеству не более двух штук. Город воинской славы. Бобруськ отмечает 635-летие и 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Праздник со слезами на глазах. По традиции, венки и цветы возлагают к мемориалам и братским могилам. Минутой молчания вспоминают каждого героя. Ольга Васенда о войне и победе. На календаре 29 июня. Этот день Бобруськ встречает на площади Победы не случайно. Дата отражает и события 1944-го – освобождение города от немецко-фашистских захватчиков. У подножия памятника танка на могиле генерала Бахарова десятки венков, охапки роз и гвоздик. Рядом пятиконечная звезда из живых растений. Военные отдают честь, гражданские поклоняются тем, кто сражался за мирное небо. Мы благодарим наших дедов, прадедов за это мирное небо, за то, что мы можем трудиться, за то, что мы можем воспитывать своих детей, внуков, правнуков. За это им огромное спасибо. Поздравить город на Березине с 635-летием приезжают и гости из страны-соседки. Представители администрации районов Ярославской области, офицеры России, Чернобыльской и Афганской, других общественных организаций – всего 40 человек. В рамках международной акции «Вахта памяти» глава делегации передает председателю горосполкома горсти земли из могилы родителей Павла Батова. В годы войны генерал-майор освобождал Бобруйск. Мы посещаем эти места захоронений, отбираем горсть земли с мест захоронения, где захоронены наши земляки, и привозим к себе на родину. И там в торжественной обстановке создается общий мемориал, куда мы частичку этой земли, в том числе и с Бобруйска, которую нам сейчас передаст глава города, привезем и захороним. Затем торжественное открытие памятника жертвам Холокоста «От жизни к жизни». Его изготовили из камня, металла и бетона. Красная плитка символизирует горькую историю военных лет, черные балки погибших людей. А звезда Давида – возрождение еврейской жизни по всей Беларуси. Внизу на скрижалях небольшой рассказ. Повествование изложено на русском, белорусском и английском языках. Он говорит о том, что с одной стороны мы слезы спускаем по смерти многих людей. Идет речь о многотысячных, миллионах людей, которые погибли во время войны. А с другой стороны мы говорим о новой, свежей звезда. Каждый человек должен смотреть о том, не так, как он страдает сейчас, а как он видит будущее намного лучше. Поэтому звезда по-новому ожила. Дальше по программе диалоговая площадка. Здесь гости общаются с представителями общественных организаций, пионерской дружины имени Батова и учащимся патриотических классов. Главной темой становится любовь к родине. После посещают краеведческий музей. В частности, выставку, посвященную геноциду белорусского народа в период оккупации. Мой дед прошел в Центральном Беларусском фронте, освобождал Варшаву, брал Германию. И эта история неразрывно связана с событиями, которые происходили на ваших землях. Нам очень трепетно было именно в эти дни приехать в Республику Беларусь, потому что отмечали Дни освобождения городов. 78 лет. Ключевой момент – передача личного дела героя Советского Союза Павла Батова. Теперь оно займет свое почетное место в городском музее. На 160 страницах содержится полная биография военачальника. От частной жизни до службы в рядах Красной Армии. Привите, пожалуйста, этот документ от нас, ременцев, и мы доложим, что он надежный. 635-ю годовщину горожане встречают в молодежном парке. Подарок от творческих коллективов – зажигательные песни и танцы. Тут же мастер-классы от ГАИ, МЧС и Гургаза. Спортивные состязания и интерактивные игры не оставляют никого равнодушными. Отовсюду звучат слова поздравления в адрес малой родины. Любимый город, с праздником тебя! Оставайся такой яркий, солнечный, зеленый и полон детских улыбок. С днем рождения, Бобруйск! С днем рождения, любимый город! Бобруйская крепость, дом Купчихи Кацнельсон, водонапорная башня, социалка, бобер, Свято-Никольский собор, синагога, костел непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии и дом Тетрис – все это про него. Однако наш край богат не только историей. В 2021-м Бобруйск признан лучшим в Могилевской области по социально-экономическому развитию. Такое звание подтверждает уже известный факт – город растет и развивается с невероятной скоростью. Продолжаются выпуски отгрузка качественных товаров-брендов, востребованных на разных континентах. Строятся новые многоэтажки и целые микрорайоны. Возводятся социальные объекты, школы, детские сады и спортивные комплексы. И это только начало. Ольга Вассенда, Станислав Чечерин. Итоги недели. Застывшие мгновения поезд «Победы» сделал остановку в Бобруйске. Проект стартовал в 2020-м. Это уникальная передвижная мультимедийная экспозиция, размещенная в вагонах поезда. Такой больше нет в мире. Не имеет аналогов содержания и формы подачи информации. Здесь в буквальном смысле можно руками прикоснуться к истории, увидеть и услышать, прочувствовать ее всем сердцем. Наше поколение было готово защищать свою страну, чтобы вот это никогда не повторилось. Получили очень много живых эмоций. Узнали, как до этого жили обычные люди, что происходило во время, до и после войны. Это просто был незабываемый опыт, который, конечно, останется навсегда в памяти. Каждый вагон поезда передает события 1941-1945 годов. В исторических архивах страны для экспозиции были собраны уникальные фото- и видеоматериалы. Изготовлены сложные скульптурные группы. Часть посвящена блокаде Ленинграда. Год 80-летия начала Великой Отечественной выставку дополнили новым вагоном, экспонаты которого рассказывают о первых днях войны и подвиге защитников Брестской крепости. Окна детям не игрушка. В Беларуси участились случаи падения малышей с высоты. Только в Могилевской области их уже четыре. Рассматривать москитную сетку как средство защиты не стоит. Она не рассчитана на вес даже самого маленького ребенка. Здесь на помощь приходят замки-блокираторы. Что дороже устройство или жизнь? Вопросом задалась наша съемочная группа. В девятиэтажке Вероники Подобед замки на окнах стояли еще при получении квартиры. Семья планировала установить их с самого начала. Мама признается, нет ничего хуже, чем читать заголовки о выпадающих детях, ведь в доме подрастают две малышки. Уследить за шустрыми девчонками, отмечает женщина, порой тот еще квест. Я считаю, что особенно где есть такие маленькие дети, которым всегда все интересно, которые очень любопытные, восстанавливают нужно и важно для их безопасности. Не всегда достаточно просто слов, чтобы их уберечь. Падение детей с высоты в последнее время не редкость. Только в Могилевской области уже четыре случая. В начале марта в Выхове двухлетний малыш вывалился с пятого этажа и скончался прямо в реанимации. В конце мая в столице вместе с москитной сеткой на землю рухнул двухлетний мальчик. Благо, остался жив. История повторилась в середине июня в Гомеле. Пятилетнюю девочку, пока та спала, оставили дома. Малышка упала с 15-метровой высоты. Скорую вызвали прохожие, ее отвезли в больницу, где прооперировали. Беда чуть не произошла и в семье Виктории Тимченко. Мы жили раньше на микрорайоне Западного. И, ну вот, я закрутилась по домашним делам, а у нас замков на окнах не стояло. И просто благо в один момент я зашла в комнату, когда ребенок уже стоял в открытом окне. Но приятного, скажу, очень мало. Поэтому однозначно даже стоял вопрос, чтобы обязательно были замки на окнах. Сейчас магазины предлагают несколько вариантов оконных блокираторов в зависимости от предпочтений покупателя. В случае с тросиком к створке крепится опора, к раме – ответное основание. Длина в 20 сантиметров позволяет проветривать помещение, но открыть нараспашку уже не получится. Средняя цена механизма – 20 рублей. Замок в ручке – самый доступный и популярный вариант. Установить его можно самостоятельно. С помощью ключа окно блокируется и открывается. Самое главное – держать их подальше от детей. Обойдется такой в 15 рублей. Накладной замок состоит из двух элементов. Основная часть монтируется на нижнюю створку, вторая – крепится к раме. Взрослые без проблем откроют окно на микро и обычное проветривание. Но ребенку эта задача будет не под силу. Стоимость – около 13 рублей. Есть замок, который врезается изначально в створку при изготовлении окон. Он стоит 20 рублей. То есть это уже вы изначально, когда заказываете окна, должны обговорить, что вам нужно это делать. Почти половина ЧП происходит из-за порвавшейся москитной сетки. Это всего лишь иллюзия защиты. Чаще всего из окон выпадают дети от двух до четырех лет. В 30% случаев прямо на глазах у родителей. В 70% – в течение первых 15 минут после того, как ребенок остался без присмотра. Не всегда помогают даже блокираторы. Главной причиной происшествия по-прежнему остается недосмотр взрослых. Для трагедии достаточно считанных секунд. Кирилл Нагуревич, Станислав Чечерин, Максим Галеонко. Итоги недели. Где заканчивается Первомайский, начинается Ленинский. На Минской пересечении проспекта Георгиевского установили необычные габионы. Они указывают на административные границы районов. Символично новые огни большого города зашли с день празднования 635-летия. Инсталляция 18 на 3,5 метра. На каждое одинаковое неоновое очертание – города. Название – слет подсветкой. От зарождения проекта до его реализации ушло около месяца. Сами габионы – модный тренд в современном лошадном дизайне. У нас не было ранее такого в городе. Совместными усилиями, совместно с администрацией Первомайского района приняли участие и малый бизнес, средний, предприятия крупные города. Я имею в виду материальное участие. И вот всем городом, всем одним целым городом мы воплотили в жизнь идею председателя Бобруйского городского исполнительного комитета. Что касается проспекта Георгиевского, это своеобразный экватор Бобруйска, который делит его на две части. Несмотря на территориальное разделение, районы остаются единым духом. Индентичное художественное оформление знаков – явное тому подтверждение. Жаркие дни не сбавляют обороты. На градуснике стабильно 25+. В такую погоду в списке незаменимых вещей – солнечные очки, средства от насекомых и сансквин, купальник, шлепки и головной убор. За одним можно отправиться на рынок, другие лучше приобретать в специализированном магазине. Летний чек-лист составила Карина Буревич. Горячий сезон в самом разгаре. Впереди еще два месяца лета. А это жаркие дни у воды, прогулки допоздна и шоколадный загар. Но к любому отдыху нужно тщательно готовиться. Первое, о чем стоит подумать – кожа лица, рук и тела. Санскрин – незаменимая покупка, защитит от ожогов и от преждевременного старения. Крем с SPF 50 способен создать барьер в 98%. С SPF 30 – уже в 96%. Второе, но не менее важное – приобретение средств от насекомых. Если комары в нашей стране лишь раздражающие элементы несут вред только аллергикам, то клещи – реальная угроза. Широко представленный ассортимент репеллентов. В основном это отечественного производства. Имеются в наличии крема, лосьоны, лосьоны-спреи, аэрозоли. Для разного возраста, до года, с года, детям с трех лет, также для взрослых. Имеются репелленты от комаров, слепней, клещей. Очень разнообразный ассортимент. Защита от солнца не менее важна и глазам. Ультрафиолетовое излучение может повредить сетчатку и привести к потере зрения. Поэтому очки – не просто модный аксессуар. Покупать их лучше в специализированном магазине. Иначе есть шанс нарваться на подделку. И такая оптика скорее нанесет дополнительный вред. Защиту от ультрафиолета можно проверить в оптике, попросив об этом консультанта. В оптике есть специальный аппарат, называется спектрометр. Солнцезащитные очки нужны абсолютно всем. Солнцезом ультрафиолетовое излучение не зависит от времени года. Зимой лучи отражаются от снега и наносят глазам не меньше вред, чем в погожий летний день. У таких очков будет специальная маркировка со степенью защиты. В идеале эта степень защиты должна быть не менее 400 нанометров. Отдается предпочтение линзам больше из пластика, так как они более легкие, менее подвержены различным повреждениям, потертостям, а также менее травмоопасны. Они не разбиваются в мелкую пыль, в отличие от линз со стекла. И, соответственно, осколки практически никогда не попадают в глаза. Цветные очки должны подбираться не под стиль, а под погодные условия. Для защиты от яркого солнца оптимальным станет оптика с коричневыми, серыми или зелеными линзами. В пасмурную погоду стоит отдать предпочтение желтым, а вот красный можно использовать лишь в качестве аксессуара, поскольку он вызывает дополнительное напряжение глаз. Очки для авто имеют свои особенности. В первую очередь угол обзора. Ничего не должно мешать боковому зрению. Затем антибликовое покрытие. Оно защитит от яркого солнца и света встречных фар. Не лишней будет оптика для ночного вождения с повышенной контрастностью. В списке покупок также головной убор. В жаркую погоду лучше отдать предпочтение аксессуарам светлых оттенков, а в остальном – выбор за клиентом. Самая простая панама из синтетики обойдется в 10 рублей. Натуральные ткани выйдут дороже – до 20. Магазины предлагают спектр принтов – авокадо, милитари, логотипы известных компаний или однотонные. Подобрать модель можно и ребенку – в дизайне машинки, надписи, бантики и широкая палитра цветов. Сеточка будет по 15 без ничего. Найки, Адидасы идут тоже по 20 хбшечки. Нью-Йорки уже по 25, машинки тоже по 25. А фабричные уже, то они уже идут по 35. Выбор купальника в этом сезоне пестрит моделями на любую фигуру. Высокая посадка, шортики, ретро, бикини. Самый дешевый комплект обойдется в 25 рублей, дорогой – в 65. Мужские плавки стоят всего 20. В цветовой гамме, как классические оттенки – черный, бежевый, синий, так и трендовые металли – горчичный, бордо, кофейный. У нас купальники до 72 размера присутствуют. В том году было очень модно трусики ретро, высокие трусики. В этом году как-то уже потихоньку это уже отходит. Еще одна важная часть летнего гардероба – обувь. Идеальный вариант для пляжа – шлепки. Они легко чистятся и быстро сохнут. Плюс в этом сезоне – это настоящий писк. Топовые бренды выпускают разноцветные резиновые босоножки. Побруски найти такие можно от 15 рублей. Для вечерних прогулок больше подойдут тканевые тапочки. Стоимость – около 20 за пару. В целом подобрать трендовый аутфит в отпуск можно на любой вкус и кошелек. Самое главное – знать, где искать. Карина Гуревич, Станислав Чичерин, Максим Галеонко. Итоги недели. Отказ от российского золота только пешком и никакого бензина. Миру представили автомобиль на солнечных батареях. Почем новинка? Далее обзор громких заголовков мировых новостей. В Баварии прошел саммит глав государств и правительств Большой Семерки. Изначально участники собирались сконцентрироваться на борьбе с изменениями климата, голодом и бедностью. Но главной темой стал конфликт в Украине. Как отметил президент США, уже согласован отказ от импорта российского золота. Это одна из самых доходных статей бюджета РФ. Энергосети Эстонии зафиксировали очередной ценовой рекорд. Стоимость мегаватт-часа составила 250 евро, то есть выросла за сутки на 57%. Скачки такого рода стали для прибалтийских республик обычным делом. Они теперь закупают спотовое электричество на норвежской бирже. Там котировки моментально реагируют на рост спроса, что больно бьет по потребителям в Литве, Латвии и Эстонии. В Шри-Ланке из-за нехватки топлива может встать общественный транспорт. В стране вводится двухнедельный запрет на продажу бензина частным лицам. Власти призывают работодателей перевести сотрудников на удаленную работу. Государство переживает худший экономический кризис в своей независимой истории. Причиной стал дефицит иностранной валюты из-за снижения турпотока во время пандемии COVID-19. Жители Японии изнывают от рекордного зноя. В Токио столбики термометров уже почти неделю показывают выше 35 градусов. Абсолютный рекорд в городе Исосаки плюс 40. Участились случаи госпитализации. С тепловым ударом в больнице доставлены 4500 человек. Прогноз неутешительный. В ближайшие дни высокая температура сохранится. Миру представили автомобиль на солнечных батареях. Первая серийная модель от нидерландского стартапа Lightyear уже способна собрать достаточной энергии, чтобы проезжать ежедневно более 70 километров практически бесплатно. Капот и крыша покрыты солнечными батареями всего 5 квадратных метров. Изобретатели планируют через три года выйти на массовый рынок с авто за 30 тысяч евро. Такими уходящими 7 дней увидели корреспонденты Бобруск 360 и я Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»